Добрый вечер! Вы смотрите новости в студии с обзором основных событий дня Татьяна Донцова. И коротко о главном. Коммунальные разборки в суде. Водоканал подал иски на жителей Шира, а потом сам предложил мировую. История православия. В Хакассии началось восстановление самого старого в республике храма. Благоустроенная торговля. В Абакане заработал первый муниципальный сельскохозяйственный рынок. История, о которой мы рассказали около месяца назад, сегодня получила продолжение. Напомню, в Шира жители одного из домов получили расчетки, в которых вместе с основными платежами была указана сумма долгого водоканалу от 20 до 30 тысяч рублей на каждую квартиру. Откуда цифры, люди самостоятельно выяснить так и не смогли. К тому же в последнем извещении даже содержались угрозы посадить в тюрьму тех, кто не внесет деньги в течение недели. После выхода материала в эфир дело сдвинулось. В районной газете опубликовали постановление прокурора о том, что долги будут списаны. Однако после этого люди были еще больше обескуражены, когда получили повестки в мировой суд. Водоканал решил стоять на своем. Сегодня заседание состоялось. На нем побывала Елена Крылова. Сегодняшнее заседание можно назвать необычным уже только потому, что сам истец выступил с инициативой дела замять. Причем желание мира у коммунальщиков было настолько сильным, что они добились разрешения судьи отсрочить заседание, переговорить с ответчиками. Кстати, в этом представителю водоканала всячески способствовал и сельский совет. Глава поселка практически за руку водил истца по судебным коридорам. Приехал представитель Десводоканала. На данный момент они сделали перерасчет. Они сделали перерасчет. Перерасчет, я вам сейчас могу сказать, я его не видел. Ну вот, как бы вот сейчас получилось, перерасчет. Первое судебное заседание будет здесь. То есть, вот сейчас мы должны выработать позицию в каком перед судом, чтобы не... Пойдем мы на мировое соглашение и не пойдем. На этот скромный доклад коммунальщики, по-видимому, и делали все ставки, но для жильцов он оказался крайне неубедительным. И одного дела оказалось достаточно, чтобы понять мотивы миролюбивого настроя водоканала. На сегодня дом у непомощи Светланы Прокопьевны составляет 13 840 рублей 65 копеек. Из-за этих 13 тысяч, в принципе, в конце прошлого года и разгорелся. Спор это и есть та самая корректировка, которую жильцы считают незаконной. На нее и росли проценты, и именно их коммунальщики сегодня честно аннулировали. Свою же ошибку они откинули просто. То, что они наростили за счет того, что они начислили. Они нам ничего не сделали. И снова у крупной компании даже в суде получается лучше, чем у пенсионеров отстаивать свои интересы. И неожиданно в деле появилась и третья сторона. Граждане как бы свою позицию четко выразить не могут, потому что есть некоторое непонимание. Желание властей помочь жильцов не ободрило. Им не вполне понятно, где защитники были раньше. Ведь проблема тянется с 2011 года. Ну, трижды мы писали это заявление и никакого внимания. Ну, это значит как? Плюют на народ. Ну, так выходит, что. Суд назначил следующее заседание на 10 апреля. Но жильцы уже сейчас заявляют, если решение их не устроит, они пойдут дальше. В суды высшей инстанции. Елена Крылова, Дмитрий Парахин. Вести Хакасия. Двое малолетних детей были спасены на пожаре в Аскизе. Своими жизнями малыши трех и пяти лет обязаны пенсионерам, живущим по соседству. Возгорание случилось в одной из квартир многоэтажки. Соседи, почуяв неладное, вышли на площадку и увидели дым из-под двери. Они зашли внутрь и вывели детей из задымленного помещения. Как выяснилось, их мама отлучилась в аптеку. А малыши, предоставленные сами себе, нашли зажигалку и подожгли пеленку. И спасенные, и их спасители не пострадали. Крупную аварию сразу с четырьмя автомобилями устроил нетрезвый пенсионер Забакана. Все случилось на трассе Абакан-Агдавурак. По информации автоинспекторов, рулевой черного джипа выехал навстречку и протаранил сразу три легковушки. Судя по видеокадрам, от удара автомобиль разбросало по разные стороны. Восстановлению они не подлежат. Ушибы получили все участники, кстати, кроме самого виновника ДТП. От прохождения экспертизы на алкоголь мужчина отказался. Теперь ему грозит лишение прав на полтора года. Кстати, по данным ГИБДД, только за последние трое суток были задержаны 67 нетрезвых водителей. В Абакане сегодня заработал муниципальный сельскохозяйственный рынок. Он открылся недалеко от Центрального. Раньше здесь тоже торговали сельхозпродукцией, но не организованно, и места хватало далеко не всем. Теперь все изменилось, рассказывает Наталья Гармашова. Рядом центральный городской рынок и автовокзал. А значит, место, где разместился сельскохозяйственный рынок, очень удобно для предпринимателей. Среди них не только абаканские, но и приезжие. Из Усть-Абакана, Черногорска, Саиногорска, юга Красноярского края. Татьяна Гладких живет в Саиногорске. В Абакане останавливается у родственников. Здесь же, в столице, уже на протяжении пяти лет женщина продает сельхозпродукцию. Я просто занимаюсь семенами, потом у меня будут рассады, цветы. Раньше у нас были места не очень удобные. Кучность, народ удобнее, когда будет приходить, все в куче. На новом рынке Татьяна выкупила сразу несколько мест. Сегодня торговые точки занимают семена цветов и овощей. Есть уже и первая рассада. На соседних прилавках Дары, Тайги и прошлогодний дачный урожай картофеля. Несмотря на то, что пока многие скамейки пустуют, распроданы все места. Только на прилавках у нас 220 торговых мест, плюс эти киоски, где-то около 300 мест. Для пенсионеров Абакана у нас льгота за цены, если стоит 40 рублей место, то им 20 рублей. На обустройство муниципальных рынков городской бюджет выделил 650 тысяч рублей. Эту сумму поделили между центральным и сельскохозяйственным. Денег получилось понемногу. К примеру, на сельхозрынке их хватило, чтобы отремонтировать прилавки, частично соорудить каркасы, на которые уже сами предприниматели натянут тенты и пленку. В планах администрации рынка огородить территорию забором, смонтировать калитку. А в идеале сделать полностью рынок крытым. Правда, все упирается в финансы. Наталья Гармашова, Сергей Казьмин, Вести Хакасия. С сегодняшнего дня в России вновь повышены трудовые пенсии. Увеличение составило 3,3%. В результате средний размер пенсии по старости в Хакасии составил 10 283 рубля. Выросли также социальные пособия и ежемесячные денежные выплаты. Напомню, с 1 февраля трудовые пенсии в России уже были увеличены на 6,6%. И, кроме того, в августе произойдет традиционный перерасчет пенсий работающих пенсионеров. У самого старого в Хакасии православного храма в этом году полуторавековой юбилей. Сегодня он не в лучшем состоянии, сказать точнее, в почти разрушенном. Но прихожане не теряют надежды не просто восстановить то, что сохранилось каким-то чудом, но и придать старинному зданию первоначальный вид. Из Адженкидзовского района Алексей Гончаренко и Дмитрий Парахин. Отыскать месторасположение Свято-Троицкого храма сегодня можно, пожалуй, только с помощью путеводителя или кого-нибудь из местных жителей деревни Новоморьясова в Ардженкидзевском районе. А примерно 100 лет назад дорогу сюда знал, наверное, каждый на сотни верст в округе. Рассказывать, что сюда со всей округа люди собирались на службу. Говорят, что подводы растягивались на 74 километра. Вот с Ужора сюда приезжали, со всех округ сюда приезжали. С того момента, как храм был построен и освящен, прошло ровно 150 лет. Полуторавековая история делится почти пополам. 74 года – это здание для богослужений. И вот уже 76, как оно постепенно приходит в упадок после того, как здесь отслужили последнюю службу. Последняя служба в этом храме, это называется храм Свято-Троицкая, такая церковь, проводилась в 1937 году священником Троицким, которого впоследствии репрессировали. И после этого всю эту утварь, там иконы, это все, значит, ну, как, скажем, растащили. Говорят, здесь был амбар, а после сельский дом культуры, а потом и вовсе заброшенное здание на пустыре, забытое, как оказалось, до поры до времени. Сегодня сюда снова идут православные, приезжает священник, проводит службы в стенах почти разрушенного храма. Допустим, Троица, великий праздник, крещение, батюшка приезжает сюда, шара, несмотря на свои болезни, несмотря на свою дальнюю дорогу, он все равно сюда приезжает и проводит службы. Также, конечно же, и летом, каждое воскресенье здесь существует приход, люди, прихожане приходят и молятся, приносят иконы освященные, конечно же, и, в общем, цветы приносят летом, и все молятся. О том, что этот храм самый старый в Хакасии, навели историческую справку сами прихожане. Говорят, это следует из архивных данных и рассказов земляков. На одной из страничек в интернете он значится как «Церковь Троицы Живоначальной в селе Новомариасово». И пояснительная записка была заложена в конце 1858 года, а построена и освящена в 1863. После открытия здесь прихода к Новомариасовской церкви изъявили желание приписаться крестьяне Ужурского прихода, Ачинского уезда, деревень Тургужана, Марьясовой и Малого Сютика, а в 1910 году деревни Копьевой. На период 1916 года в состав прихода, кроме перечисленных поселков, входит 13 улусов и учумская экономия, и приход занимает пространство приблизительно в 1400 квадратных верст. И жизнеутверждающее дополнение. Восстановление храма началось в 2009 году силами энтузиастов и на средства прихожан. Глава поселка показывает графическое изображение восстановленной церкви. Пока только на бумаге. Но если все получится, то она будет такой, как на рисунке. Работы ведутся при поддержке хакасской епархии с благословения архиепископа Иоанна Фана. Деревянные конструкции в основном сохранились неплохо, хотя местами изъедены временем. Кое-что придется удалить. Работы немало и, возможно, проще построить заново, говорит глава сельсовета. Но смысл не в том, чтобы просто построить храм, а сохранить историю, эти стены и их атмосферу. Атмосфера – это благодать называется. Вот эта намоленность, она не ушла никуда. Она здесь. Эти стены сохранили все это дело. Это нужно, наоборот, почувствовать. Храм восстанавливается на общественных началах и средств пока немного. А вложения нужны немалые. В восстановительных работах продолжительные перерывы. Сейчас очередной из них. Всего на территории республики 52 действующих православных храма. А из сохранившихся, но не восстановленных, восстанавливается всего один. И этот храм в селе Новомарьясово. В Абакане нашли место для обустройства нового городского кладбища. Под него будут отведены 10 гектаров, которые ранее находились в федеральной собственности. Сейчас в Абакане одно действующее кладбище. И место на нем, по оценкам специалистов, осталось на год. Свободной муниципальной земли у города для этих целей не оказалось. С соседними районами договориться не удалось. Поэтому такая помощь оказалась весьма кстати. Раньше земельный участок принадлежал ХГУ. Затем его передали Федеральному фонду жилищного строительства. Городские власти и глава республики обратились к федералам с просьбой вернуть землю Хакасии. Переговоры с фондом ввело госком имущество региона. В итоге 10,5 гектаров земли, расположенные через дорогу от действующего подсиненского кладбища, переданы в дар муниципалитета. И уже летом здесь начнутся работы по обустройству нового кладбища. Так что на ближайшие 6 лет проблема захоронений в Абакане снимается. Данный земельный участок фонд планировал выставить на аукцион. Учитывая обращение муниципального образования, учитывая обращение главы республики, провели работу в течение 8 месяцев, фонд принял решение его передать. Соответственно, я думаю, что в течение этого месяца все документы будут оформлены. На сегодня у меня все. Напомню, мы ждем ваших звонков по телефону 22-72-82. Приятного вечера и до встречи на канале Россия. Редактор субтитров А.Семкин